Добрый день! Сегодня с вами мы рассмотрим банкноты России номиналом 500 тысяч. Это банкноты периода 1993 по 1995 годам. Банкноты 1993 года были введены 20 мая в связи с ростом инфляции в дополнение к остальным номиналам образца 1993 года. В обращении находились до реформы 1998 года. Дизайн купюры выполнен в оранжево-коричневых, желтых, зеленых и красных тонах. Преобладающие цвета это конечно же коричневый и желтый. В 1994 году были выпущены модификационные купюры, отличающиеся некоторыми элементами, видимыми в ультрафиолетовом свете. А также надписью «Выпуск 1994». Именно такую банкноту мы сегодня с вами рассмотрим и поговорим. Дизайн у них оставался неизменным 1993-1994 года, в отличие от некоторых элементов. Данная банкнота год-выпуск 1994-1995 года. Банкнота имеет размер 152 на 67 мм, выполнена на белой хлопковой бумаге с краплением цветных волокон. Банкнота, конечно же, имеет водяной знак. В правом купонном поле изображение Сенатской башни Московского Кремля и флаг Российской Федерации на фоне лучей солнца. И под ним число номинала. Такой водяной знак имеет данная купюра. Данная купюра выпущена 19 сентября 1994 года в дополнение к купюрам того же типа, но без модификации. В обращении находилась до реформы 1998 года. Дизайн соответствует купюре без модификации и выполнен в тех же тонах. В отличие от заключается в некоторых элементах, видимых в ультрафиолетовом цвете, добавлен комбинированный водяной знак в обозначении номинала под рисунком, а оттенок бумаги стал повторять основной цвет печати. Новые банкноты получили надпись выпуск 1994 года. Лицевая сторона имеет цветное поле, расположенное левее центра. Посередине этого поля, внутри узора из волнистых линий, находится изображение Сенатской башни Московского Кремля и флаг Российской Федерации над зданием правительства. Внизу число 50 тысяч, по бокам два одинаковых сложных цветных узора из волнистых линий. Наверху поверх полос с микро-текстом расположена стилизованная лента с надписью «Банк России», посередине с числами 50 тысяч по бокам. Внизу цветного поля купюры, горизонтально указан номинал росписью 50 тысяч рублей. На правом, большом белом купонном поле вверху имеется эмблема «Банка России» раннего типа, стилизованной переплетенной буквы «ЦБР». Внизу, внутри розетки, год образца 1993, и в левом узком купонном поле имеется вертикальная надпись «Выпуск 1994 года». Давайте рассмотрим оборотную сторону данной банкноты. здесь также имеется цветное поле, которое смещено вправо. Посередине этого поля в верхней части расположена гравюра с изображением Никольцевой и угловой арсенальной башен Московского Кремля и Красной площади. На заднем плане находятся современные здания, слева и справа от гравюра два сложных красительных орнамента, в верхней части которой находятся числа 50 тысяч. В нижней части левого орнамента и в верхней части правого указан серия и номер купюры в левом крупном купонном поле вверху надпись в три строки подделка билетов Банка России преследуется по закону, а в нижней части банкноты горизонтально указан номинал прописью 50 тысяч рублей первое и последнее слово находится на розетке из волнувских линий. Вот такая купюра образца 1993 года, но модификации 1994 года. Мы с вами сейчас рассмотрели. Далее мы будем рассматривать банкноту образца 1995 года. Данная банкнота выпускалась с 1995 по 1997 года, имеет также размер 150 на 65 миллиметров, выполнена из хлопковой бумаги светло-голубого оттенка цветными защитными волокнами. Данная купюра также имеет водяной знак. Давайте мы сейчас его рассмотрим. на левом купонном поле вертикально обозначен номинал, мы видим число 50 тысяч, а в правом поле мы видим изображение Петропавловский собор Санкт-Петербург. Купюра нового образца вышла в обращении 29 июля 1995 года в дополнение к купюрам 1993-1994 годов. Относится к серии города России и включающей себя номиналы от 1 тысячи до 500 тысяч рублей. В 1997 году к предстоящей день нижней реформы номинал данной банкноты был понижен тысячу раз, при этом дизайн остался прежним. На лицевой стороне в третьей части имеется гравюра с ображением скульптуры Нивы под растральной колонной Санкт-Петербург на фоне стрелки Васильевского острова. Наверху слева число 50 тысяч, а на заднем плане цветного изображения Петропавловская крепость. Слева имеется многоцветный фрикальный орнамент. Под гравюры слева расположена стилизонная лента и справа внизу надпись 50 тысяч рублей. Слева вверху находится эмблема Банка России. Двуглавый орел с опущенными крыльями и под ним полукруглевая надпись Банк России. Вверху купюры справа надпись Билет Банка России. По бокам центрального прямоугольника имеется два белых поля с водяными знаками. На левом поле меньшего размера посередине красной краской указаны серии номер банкноты, а ниже пятистрочная надпись подделка билетов Банка России преследуется по закону. Рядом с надписью указанными нау знаками для слабовидящих, а в правом поле большего размера внизу с зеленой краской повторены серии и номер банкноты. Все изображения надписи переднего плана выполнены серым и синих цветах. Давайте рассмотрим теперь оборотную сторону данной банкноты. На оборотной стороне в центре имеется гравюра с изображением стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Над ней на всю ширину купюры 17 горизонтальных полос с микротекстом. Под гравюрой слева в узорной рамке имеется надпись Санкт-Петербург. Посередине 9 двойных горизонтальных полос многократно повторенным микротекстом. Справа число 50 тысяч. Справа от гравюра также имеется многоцветный орнамент. По бокам купюры два поля окрашенные посередине цветными геометрическими узорами. В верхних частях боковых полей расположены два числа. Это число 50 тысяч. Внизу левого поля указан номинал продписи 50 тысяч рублей. Второе и третье слово заходит за среднюю цветную часть полосы купюры. Внизу правого поля по бокам год образца 1995 год. Все изображения и надписи переднего плана выполнено в сером и синим цветах. Сегодня с вами мы рассмотрели банкноты 1993-1995 годов. Проще можно сказать банкноты Московская банкнота и Питерская. В отличие дизайне мы все сами с вами наблюдали. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на данное видео канал. Оставляйте свои комментарии делитесь с друзьями до скорых встреч до свидания до свидания. Продолжение следует...